Множество мероприятий прошли в Анапе в рамках месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы. Для школьника были организованы спортивные соревнования, уроки мужества, экскурсии в музеи и воинские части, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. На итогах месячника были награждены грамотами все, кто участвовал в организации и проведении этой работы. Месячник, наверное, понятие условное, потому что в Анапе, в городе воинской славы, военно-патриотическая работа не является эпизодической, она проводится постоянно. Каждым днем в своей жизни анапчане и в том числе наши дети доказывают то, что они достойны носить звание жителя города воинской славы. Около 15 тысяч человек приняли участие в месячнике, более 7 тысяч участвовавших на торжественных линейках в школах. Очень эмоциональными были мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. Знаковым событием стали и мероприятия, посвященные 70-летию Сталинградской битвы. Я хочу особенно отметить, что наша делегация от Анапы, от учащихся в школу номер 24, посетила в этот период со 2 по 5 февраля город Сталинград и участвовала в торжествах, посвященных этому событию. Это пример всем остальным школам. Нужно не забывать память. У детей осталось незладимое впечатление от посещения Мамаева кургана и так далее. У них на всю жизнь останется. Месячник обороны массовой военно-патриотической работы в этом году проходил в третий раз. И провести его удалось на самом высоком организационном уровне. Обязывает к этому священная память о доблести героических отцов и дедов и новый статус нашего курорта, которому не так давно президент России своим указом присвоил почетное звание «Город воинской славы». Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.